Привет всем, вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 16 августа. Поехали. На Гватемалу обрушился ураганный ветер с порывами 120 км в час, что равно 33 метрам в секунду. Пострадали департаменты Эскуинтла и Сипокате. Отмечены падения деревьев, сорванные крыши с домов, оборванные провода, впоследствии перебои с электроэнергией. Более 150 домов были повреждены. В результате стихии пострадало 24 человека. В Китае продолжаются проливные дожди. Создаются впечатления, что Китай теперь находится в тропиках. Река Янзы, самая длинная в Китае, зафиксировала четвертое в этом году наводнение в ее Верховьях после периода сильных дождей, сообщили власти в воскресенье. Наводнение было вызвано повышением уровня воды в притоках реки и Верховьях, что привело к быстрому увеличению стока водохранилища трех ущелий, что соответственно привело к наводнению. В очередной раз пострадал город Чэнду в провинции Сычуань. Уровень поводковых вод поднялся до одного метра в некоторых районах. Затоплены улицы, дома, магазины, рынки. Блокировано движение транспорта. В Бразилии продолжает выствовать стихия. Теперь там выпал крупный град. Парана, штат на юге Бразилии, принял на себя основной удар. Было получено более 17 вызовов и звонков о повреждении крыш домов. Отмечается падение температуры до 12-15 градусов тепла. Сильный град нанес материальный ущерб, но при этом никто не пострадал и не остался без крова и крыши над головой. Основной ущерб был нанесен Саддам Жардин. Тем временем начался, так сказать, сезон лесных пожаров в Амазонии. А начался он сразу с рекордного числа ожогов возгорания. В первые дни августа их было зафиксировано свыше 10 тысяч. Это поищено 20% больше, чем в тот же период прошлого года. Экологи предупреждают, точка невозврата, когда тропические леса утратят способность к самовозобновлению, начнут превращаться в саванну, как никогда близка. По официальным данным за последний год, бразильская Амазония потеряла свыше 9 тысяч квадратных километров растительности. Основной урон был нанесен прошлогодними пожарами. Крупный град выпал в плите деревни в северной части региональной днице Эверос в Греции. Величина отдельных градин до 6 сантиметров в диаметре. Довольно крупный град нанес повреждения домам, автомобилям, а также сельскому хозяйству. Крупный пожар возник на заводе по переработке пластика в Метаморфозе Атика. Токсичный черный и густой дым покрыл части неба на северо-западе Афин. Завод находится в пригороде Метаморфозе. Пожар вспыхнул около 8 часов утра. В пожарной зоне работают десятки пожарных и воздушных средств, однако сильные ветра не облегчают их работу. Сильные дожди, которые длились неделю в Восточном Причерноморье, вызвали наводнения и оползни в районе Трабзона, Турция. Один человек погиб в результате схода оползня. В некоторых селах района из-за осадков прошли наводнения и оползни, некоторые сельские дороги закрыты для доступа. На данный момент ведутся работы по расчистке дорог после обвалов и схода оползней. Крупный пожар произошел на заправочной станции в Санта-Томас де Кастилья, Гватемала. Возгорание произошло при несоблюдении техники безопасности при выгрузке топлива из автоцистерн. Из-за большого количества топлива, перевозимого грузовиками, пламя поднялось на несколько метров, образуя огромные столбы дыма, поэтому жители сектора опасались взрыва. Обеспокоенность возросла, поскольку инцидент произошел перед объектами химического центра. Добровольцы и портовые пожарные работают на объекте, чтобы локализовать огонь и не допустить его распространения на другие объекты в секторе. У берегов острова Маврикии судно Вакашио, принадлежащее японской компании, для перевозки наливных грузов раскололось на две части. Есть опасения, что из него вытечет оставшаяся внутри нефть. Как сообщают официальные лица, они направили в этот район под разделение береговой охраны и готовятся к буксировке танкера. Напомним, судно село на мель берегов островного государства в Индийском океане 25 июля. Из него вытекло порядка 1000 тонн топлива, половину из которого удалось собрать. Во Франции был отмечен сильный ветер, в Канн, город и Камуна на северо-западе Франции, а также Мандевиль. Порыв ветра дал 90 км в час, что соответственно равно 25 метрам в секунду. В некоторых районах прошел град до двух сантиметров в диаметре, а также был зафиксирован небольшой торнадо. Последствий после буйства стихии пока не отмечено. Ужасное событие произошло в Испании. Удар молнии убил более 30 овец, корову и барана в Сарагайне, в долине Эра. Несколько других овец и коровы, принадлежащих соседнему фермеру, также погибли в результате грозы после удара молнии. На Кургана обрушился сильный ливень, некоторые районы серьезно подтопило, некоторые превратились в реки. Отмечены сильные порывы ветра до 80 км в час, что равно 22 метрам в секунду. О последствиях пока не сообщалось, но штормовой ветер обещают еще на ближайшие два дня. В Имане отмечены сильные порывы ветра до 110 км в час, что эквивалентно 30 метрам в секунду. Пострадала провинция Аль-Дахира. По городу отмечены сорванные крыши или частично разрушенные, поваренные линии электропередач. Жертвы пострадавших нет. В 24 часа на Земле произошло 173 землетрясения магнитудой от 2,0 до 5,7. Землетрясения, магнитудой равной 5 или более произошли в 6 странах, каких именно вы можете видеть на своих экранах. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо вам за внимание и до завтра.